Hello, дорогие друзья! В этом видео я вам расскажу, как в игрушке с легонки на выживание гонять более 350 км в час. Конечно же, на такой тачке это сделать нереально, хотя, если поставить крутое двигло, то возможно. Возможно-возможно. Конечно же, вам придётся купить мустанг или же вот этот вот хатчбэк. Вот, да. Конечно же, смотрим на характеристики и видим то, что вот эта тачка по-любому превышает характеристики этому. Но, если поставить двигатель сюда, на эту машину, от этого автомобиля, то всё возможно. Давайте попробуем. Я уже приобрёл эту тачку за 950 тысяч. Вот она, красавица. Так, 50% видим, сделаем так, получим 1500. Отлично. Так, видим комплектацию, я уже установил сюда. Главное, что для такой тачки тормоза нужно иметь хорошее. Двигло я не менял, не менял. Смотрим, ДДТ, двигатель автомобиля. Ну вот, по стандарту. Сейчас посмотрим в магазине двигатель. Так, 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 так. Вот он, вот он, вот он. Двигатель автомобиля моего, который сейчас у меня стоит на данный момент. 275 лошадиных сил, нифига себе. Так, он самый... Так, стоп. Вот этот помощнее, 300 лошадиных сил. Классовость плюс 32 даёт, кстати. Установка 60 единиц. Но всё же, этот стоит дороже и... Классовость повышает больше, но... 275, 300. 340 здесь, тем более. Здесь 400. 10. Здесь 470. 550. 700. Так. Хм, здесь, конечно, интересно. Интересно, так. Не, это полмиллиона стоит, нифига себе. Да, слушайте, приобретите вот этот. Так, ДДТ. All in 3S. Посмотрим. Двигатель, двигатель. Да, у меня, кстати, этот стоит самый мощный, значит. Классовость плюс 95 и 710 лошадиных сил. Так, надо посмотреть. Так, 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 стоп. Машина. Машина, как называется? А, вот. Я только что выяснил, что вот этот вот двигатель стоит на последней машине. Последняя машина вот так вот называется. Стерн. А, нет, 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 нет. Ну, хотя это не важно. Так, давайте покажу, как эта машина ведёт себя на трассе со стандартом её движком. 710 лошадиных сил. Значит, что я приобрёл? Я приобрёл тормоза. Последние, хорошие, самые эффективные. И рулевой механизм ОЛД-500КЮ. Давайте посмотрим, поучаствуем в какой-нибудь гонке. Бррр, на самом деле машина реально неуправляемая. Сейчас настроим, поставим гонку. Выберем, пожалуй, трассу А20. Максимум игроков 6, хотя не знаю. Подождём чуть-чуть, посмотрим, может кто зайдёт. И давайте вступим в гонку. Посмотрим, что будет. Не дождался я, короче, большого количества народа. В общем, вошёл один человек. Стоп, у него что, такая же тачка что ли? Не уверен. Сразу же, тут же уходим в отрыв. На самом деле, я долго ждал, если честно, этого игрока, поэтому вошёл так быстро. Но, суть данной, данной не битвы, а гонки состоит в том, чтобы просто показать саму мощь этого автомобиля. Ну, видите, как она летит. Меньше 300, она не катится. 320 минимум. Если будет горка, хотя бы не болит. О! Не, ну это перебор. Да, кстати, правильные советы здесь пишут. Чересчур мощный двигатель не всегда хорошо. То есть, реально, блин, к этой тачке нужно привыкать. Да и этим ещё мало сказано. Здесь она реально вообще не управляется. Ну вот, 352 километра в час, по-моему, я успел разогнаться. И это, по-моему, финиш, да? Нет? Нет, это не финиш. Ну ничего, это не проблема. Всё, считайте, 60 секунд, сейчас приеду. А, всё уже. Ну, вот такие дела, ребят. Сколько? 13 минут с половиной, и я уже... Ой, сколько там даётся? По-моему, 15 минут на эту гонку. 13 минут с половиной. На часах мы видели, и всё, я уже приехал. То есть, на гонку я потратил примерно, грубо говоря, 2... 2 минуты. Меньше 2 минут. 2 минуты, грубо говоря. Ну, вот такие дела. Давайте посмотрим вообще, как она будет себя вести в битве. Так вот, кстати, гонка. Погнали. О, всё, молодец. Так, у тебя какая-то тачка? Какая же, что ли? О, вот это битва. Вот это, я понимаю. Конечно, я, если честно, только приобрел эту тачку, и не совсем хорошо гоняю. Так, ты чё не едешь-то? Эй. А, ты едешь? Блин, не стреляй только, ладно. Так. Ну чё, как у него там дела? Чё-то он странный. Не стреляет, нифига. Вообще, я хотел купить... Мустанг. Опа, какой дерзкий. Чуть не обогнал меня. И, ну всё же, у меня не хватило терпения. Я не смог накопить на Мустанг и приобрёл вот эту тачку гоночную. О, блин, вот это реально битва титанов. То есть, две гоночные тачки очень быстрые сражаются. Кто же первый приедет? Ай-яй-яй. Тут всё зависит от рук человека. Вот, по крайней мере, конкретно в этой гонке. Если... Ой-яй-яй-яй. Безусловно, если у меня стояла сейчас другая тачка, то по-любому я бы сейчас уже проиграл. Я играл, если честно, в похожей гонке. Только у меня была предыдущая тачка. А... Предыдущей тачкой я владел, по-моему. Она там вообще разбитая вся, старая. Ай-яй-яй. Ой-яй-яй. Тихо. Ре. Есть. Ай. Есть, блин. Прям как надо. Хе. Ладно. Вот такие вот дела, ребят. Я финишировал. Всё-таки приехал первый. Ну, видели результаты. Я сражался. Гонялся с такой же тачкой. По-моему. Такая же она была. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. По-моему... Ммм... Девятьсот пятьдесят. Вот она у нас. Вот она. Красавица. Недостаточно. Это что? А вот покраска-то. Блин, слава богу, я думал тут покраска. Я чуть её не купил. Вот такая вот машинка. По-стандарту выглядит без всего, без всяких прям бомбасов. Советую, конечно же. За свою цену она очень хороша. Так, смотрим. Таран 1.4X. Здесь... Что там? А, вот. А, нет. Это X2, блин. Конечно же, если покупать машину для участия во всяких там битвах, сражениях, то покупайте, конечно же, этот грузовик. Газелью это не назовёшь. Так. Да, и он Таран Х2 даёт. Да и Таран у него больше. Ну, донатские даже не рассматриваем. Это более гоночные, по-моему, относятся. Хотя Таран 1.8. Хм. Ну, достаточно бронированная. Хотя... Не, всё-таки я заострю внимание на этой тачке. Цена у неё приемлемая. Приемлемая, по крайней мере. Ну, чё уж говорить о Мустанге за... 5 миллионов, да, ведь? 5 миллионов? По-моему, 5 миллионов. Ладно, друзья, вот такие дела. Я высказал своё мнение. Вот такой вот совет. Если хотите, покупайте. Конечно же, вы по-любому во всех гонках будете первым. Но если прокачаться, купить комплектацию такую, Таран 3, броня 3, так где броня? Вот та броня. Броня 3 и защита 3. То, блин, всё. Будете на первых местах. Ну, если не верите, то можете посмотреть мои предыдущие видео. Ссылочка на плейлист с летсплеями по этой игрушке будет в описании под видео. Наверное, если я не забуду. Ну, на этом всё, наверное. Спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Щербет. Надеюсь, я вам помог. Всё такое, да? Пока-пока, ребят. До новых встреч. На этом всё.